Добрый день! Программа «Универсальный формат» в прямом эфире. Меня зовут Юлия Север. 202-11-22. Телефон нашего прямого эфира никогда не меняется, поэтому звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашей беседе, ну и, конечно же, ожидайте розыгрыша призов. Сегодня, кстати, разыграем очень интересные призы. Это билеты на премьерный спектакль «Последняя остановка», который состоится в Театре «Город», ну и билеты на концерт Игоря Николаева, который состоится в Аду. Мне кажется, билеты тем, которые хочется иметь каждому телезрителю нашего сегодняшнего эфира. 202-11-22. Что ж, перейдем к теме эфира «Социальное предпринимательство». Так мы назвали наш сегодняшний эфир. Что же такое социальное предпринимательство вообще? Как стать предпринимателем? И какие бизнес-идеи сейчас востребованы на рынке? Вот как раз на такие вопросы порассуждаем сегодня с нашими гостями. Итак, с радостью вам их представлю. Знакомьтесь, приветствуйте. Елена Яшина, директор Центра корпоративного развития. Здравствуйте, Елена. Ну, кроме того, еще и бизнес-тренер, и вообще человек, который так или иначе знаком с предпринимательством и с бизнесом. Ну и по левую и правую сторону сидят участники акселерационной программы для социальных предпринимателей. Это у нас Ирина Клочик и Павел Шостак. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, давайте первый вопрос, к которому хочется носить. Что такое социальное предпринимательство? Потому что предпринимательство более-менее известно нашей публике, но вот как объединяются два понятия между собой, это интересно. Юля, ну, во-первых, конечно, мы не случайно собрались, раз здесь участники акселерационной программы, да, мы сейчас знаем о том, что социальное предпринимательство – это такой распространенный такой тренд, да, который развивается. На уровне России есть фонд социального предпринимательства. Поэтому мы не случайно, и разговор очень полезный нашим телезрителям, как я понимаю. Когда мы говорим о социальном предпринимательстве, то, конечно, первая ассоциация, которая приходит, это что-то связанное с социально незащищенными группами, согласитесь, да? То есть первая такая мысль, что, наверное, это там бизнес для инвалидов или с участием их. Но это только отчасти справедливо, потому что, по большому счету, социальное предпринимательство – это сфера, которая работает для развития общества. Ну, в каком смысле? То есть, ну, знаете, есть такая частая аналогия, говорят, не давайте людям рыбу, дайте им удочку, чтобы они научились удить. Вот это вот еще более серьезная история. То есть, когда вы обучаете людей, не только удочку им даете, но даете удочку, чтобы они дали удочку другим людям. Ну, то есть суть какая? Предположим, вы делаете бизнес в сфере, которая является социально сложной, например, для тех же с участием или там инвалидов, и не обязательно людей, которые находятся на отдаленных территориях, там, для мам с детьми, которые сидят дома или с их участием. Но при этом вы не просто им даете какое-то благо и не просто научаете и вовлекаете их в бизнес, но вовлекаете их так, чтобы они потом могли вовлечь других и качественно изменить уровень жизни и качество жизни для вот таких же людей и других людей тоже. Вот. Вот в этом смысл социального предпринимательства. И вот знаете, если уж так говорить, ну так, может быть, жестко, немного, мы обычно привыкли, вот это такой подход, он полностью исключает всяческие спекуляции на социально незащищенных слоях. Вы тоже, наверное, знаете, что такое есть. То есть, ну, это же распространенная тоже история. Давайте мы инвалидов вовлечем, а потом расскажем, что мы вовлекли инвалидов, какие мы замечательные. Какие мы молодцы, да. Какие мы молодцы. Вот. Но это почему подход не очень хорошо работает? Вроде бы он хороший, но вот вспомните ситуацию с детскими домами когда-то. То есть, когда в детские дома все шли и приносили туда игрушки, вещи и так далее. И вдруг человек, который там выходит из детского дома, он говорит, да не игрушки, вещи нам нужны. А социальная адаптация для этих людей. Мы накормлены, напоены. Вот. И вот тут появляется личная история, да, людей. То есть, если человек сам увлечен, он может вовлечь других. Поэтому определенные требования к этому предъявляются. Но не будем забывать, что это предпринимательство. Что так или иначе, да, способ заработка. Да, и способ заработка. И это не ежедневенческая позиция, когда мы что-то даем или просто вовлекаем. То есть, это не веселая тусовка, а это бизнес. Вот. Поэтому вот, например, когда мы говорим о вот этой акселерационной программе, в которую вошли ребята, и в которую они замечательно представили свои проекты, мы говорим о том, что это люди все-таки с бизнес-взглядом. Они понимают, как зарабатывать деньги. Но при этом у них есть понимание, как развивать социум, вовлекая людей. И вот это, мне кажется, это очень правильно, когда мы таких людей выделяем, вовлекаем, потому что именно они развивают все вокруг. То есть, мы знаем, две беды. Они не дураки дороги вовсе, на мой взгляд. А это, знаете, такие фантазеры, мечтатели, которые не умеют ничего делать. И наоборот, жесткие прагматики-циники. Вот когда это соединено все-таки в человеке, у него есть прагматический взгляд, но при этом есть социально ориентированное видение, мне кажется, это прекрасно. Хорошо, давайте поговорим именно о программе, которая позволяет как-то создать, разработать свой бизнес. Как давно заработала она? Но я так понимаю, что действительно сейчас очень много каких-то программ, которые поддерживают нады предпринимателей. Да, сейчас много программ. Мы сейчас говорим о фонде социального предпринимательства, которая инициировала программу акселерационную по обучению людей. Ну, мы же понимаем, что, наверное, вот, ну, как бы термин относительно новый, вот именно в те... Деятельность не нова, скажем так, термин нов. И, конечно, когда мы говорим о том, что надо развивать это, нам нужно привлекать людей, которых надо в первую очередь обучать. Но обучать лучше не с нуля хороших людей, да, а, наверное, обучать людей, которые уже имеют какие-то свои проекты или, по крайней мере, планируют что-то такое создать. И вот есть такая у нас формируется сейчас образовательная акселерационная программа. Акселерационная, то есть люди будут отрабатывать конкретно на практике все свои подходы и проекты. То есть на выходе мы получим проект реальный. Акселерационная программа по социальному предпринимательству, отбор которой мы вот ввели вместе с другими членами наблюдательного совета. Я входила в этот совет как раз, где мы с ребятами общались. Это не был экзамен. То есть мы смотрели на людей. И здесь в этой программе было главное требование. Потому что, наверное, телезрители тоже интересуют, как войти в эту программу. Да, это самое, наверное, такое. Это долгосрочный проект. Он будет дальше работать. Поэтому я считаю, к нему надо быть внимательным, участвовать в этом. Мы беседовали над тем, как видят люди проект. Есть реальные проекты. И смотрели на саму личность. Насколько сам человек способен развивать. Какая его ценность, его взгляд, личная история. Насколько он понимает ситуацию. Потому что, знаете, бывает тоже, люди приходят и говорят, а мы для инвалидов задумали, пусть они росписью занимаются, по стеклу. Но это как бы не личная история. А тут мы обращали внимание, что человек пережил, переболел. Да, это желательно. Потому что мы изнутри же по-другому видим любую ситуацию. И в то же время, чтобы имел бизнес-взгляд. На мое удивление, таких людей оказалось много. Очень много. То есть, если я думала вначале, что там будут единицы, которых прямо надо будет отобрать, это не так. То есть, все люди нам, во-первых, понравились. Ну, у нас была такая дружеская беседа. Наша задача была все-таки людей не в ступор вести, а чтобы они раскрылись полностью. И действительно, получился очень интересный разговор. И даже те люди, которые не очень успешно представили проект, они сказали, что, конечно, было очень интересно просто пообщаться. Потому что получили ориентиры заодно. Других могли слушать, как примеры проектов. И вот как раз ребят сидят, они могут, наверное, сами поделиться своим опытом. Давайте спросим ребят, вообще, как узнали об этой программе? Ну и как решились поучаствовать? Был ли уже проект где-то давно, созревал, быть может, в голове? Либо, как только услышали новость, что вот какая-то программа, есть возможность развить свой бизнес, вот тут задумались так. А что бы я хотела? Павел, тебе слово. Ну, как узнал о программе, на самом деле, если вы обратили внимание, по городу развешаны щиты, да, ты предприниматель, да, ты сможешь все. Я начал гуглить, смотреть, и вот попал на как раз фонд социального развития. Давно зрела у меня, как сказать, на сердце боль, потому что я проживаю в микрорайоне Крутые Ключи, вот, и вижу, как он развивается, да. Сейчас порядка 60 тысяч человек там проживает. Достаточно большой уже разросся район, вот. И он отдален от города, как вы знаете. И людям этого района как бы недоступны все благи, которым пользуются все, кто живет в центре, да. Наши прекрасные Самары, да, действительно. Да, 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 в центре, кто живет в Самаре. И родился такой проект организации каворкинг-центра. Есть такая площадка в центре города у нас, да, на Галактионовской. Замещательная площадка, которая растит молодых предпринимателей, да, собирает их под свое крыло, вот. И решил попробовать вот такой проект представить жюри, да. Но он будет объединять не только там молодых предпринимателей, да, туда не секрет, что в Кошеле очень много мамочек, да. Да. Очень много мам с детьми, да, и они... Такое молодое там поколение. Да, молодое поколение. Они не хотят бездействовать, они все активные очень. И многие пытаются вести свой бизнес маленький какой-то. Им вот не хватает чего-то, да. И эта площадка так как бы будет призвана их объединить, помочь, да. Там будут сдаваться в аренду там рабочие места, где они могут работать, встречаться с клиентами, проводить презентации какие-то, да, вот, выставки, там, шоу-рум. Ну, то есть очень много идей, да. Также известно, что в Кошелеве много домов, да, с детьми, дети-сироты есть, и, ну, переселенцы там. Вот. Им тоже будет интересно вот такая вот площадка, чтобы им помочь выйти в общество. Как-то реализовать. Так же еще сельские переселенцы, их много, да? Да, очень много. Вот, на это обратили внимание. Им даже для адаптации в городе, в общем, в городской среде это важно. Да, как бы это хотел сказать. То есть их как бы забросили опять на окраину города, да, они там живут. Вроде бы в городе, но... Вроде бы в городе. Я вот обращаю внимание, что многие даже оттуда как бы не больно в город ездят, потому что есть торговый центр рядышком там, вот. И развиваться-то куда? А хочется все-таки, чтобы наше поколение двигалось вперед, да. Хочется жить с людьми, которые на уровне с тобой, да, и развивать их. Слушайте, ну, я так понимаю, работа была проделана огромно. Мало того, что, да, где-то в голове созрела идея, так это надо было сначала проанализировать рабочую площадку, скажем так, да, проанализировать население, микрорайон Крутые Ключи. Было сделано? Да, работу я проделал, не скажу, что пока огромную, но сделал. За счет того, что я там живу, да, у меня есть какие-то знакомства. Опять же, как сказал Даниле. Вот пример личной истории, про что я говорю. Личная история, да, переживаю сам это. Когда ты живешь, ты понимаешь, ты чувствуешь это. И там даже детали возникают, ну, где нет знаний, да, но человек чувствует. То есть он даже живет, понимает. Да, пока там растут только количество пивных ларьков, что я хотел бы исправить, вот, чтобы там все-таки росли предприниматели, да. Данные, как бы, сказал уже, да, озвучил, то есть количество там жителей, количество мамочек, да, там все как бы знают. Что ж, я предлагаю нам немножко прерваться для того, чтобы посмотреть небольшой сюжет, точнее даже не сюжет, а опрос. Спросили мы жителей города, что такое благородные поступки. Мне кажется, в принципе, даже твой, Павел, поступок можно отнести к слову благородный. Я имею в виду твою программу, твой проект. Вот, у Ирины тоже не менее интересная программа. Ну, не будем вас сразу раскрывать все карты. Давайте посмотрим для начала небольшой сюжет. Что же такое благородные поступки? Благородство – это в первую очередь уважение. Уважение к людям, уважение к окружающему миру. Уважать мир, уважать природу, уважать тот город, в котором ты живешь. Я считаю, в наше время это и есть благородный поступок. Наверное, хорошо относиться к людям. Благородство – это когда человек безвозмездно, бескорыстно абсолютно делает что-то, что нужно не ему лично для блага, а другому. Для здоровья, для благополучия и так далее. Вот это я бы назвала благородством. Это может быть и выполнение служебного долга, когда врач оперирует что-то очень сложное и спасает жизнь. Помогать стараться бабушкам, дедушкам желательно, то есть не отказываться от любых помощей. Ну и больше добра желать. Благородство – это значит честь, совесть есть, честь есть и желание быть таковым, совестливым и честным. Побольше находились таких людей, которые помогали семьям, где растут больные и больные дети. Благородные поступки именно на данный момент – это то, что касается детей и, соответственно, пожилых людей. То есть поступки, которые непосредственно направлены на них, то есть на детские дома, на пенсионные, ну как не фонды, а дома престарелых. Что ж, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и именно онлайн-общение позволяет вам выиграть наши билеты. Билеты на спектакль «Последняя остановка» 24 октября. Премьера в театре «Город». Ну и, собственно говоря, вопрос связан с призом, которым вам предлагаем. В каком году Ремарк написал пьесу «Последняя остановка»? 202-11-22. Звоните, ответите верно. Получите, собственно говоря, два билета на спектакль. С кем пойти? Ну, уже решать только вам. Мы вам предоставляем такую возможность. Что ж, ну вот нам сейчас Павел рассказал о своем проекте. Или, ну как-то сразу оценили? Ну, знаете, конечно, это был долгий разговор. Понятно, что здесь нужно сравнивать всех. И, ну, здесь, ну, мы потом дадим ответ, наверное, на вопрос, потому что сегодня у нас вечером мероприятие уже, где мы конкретно об этом скажем, да, как проекты какие прошли конкретно. Но надо, конечно, заметить, что вот проекты эти были, конечно, хорошими. Вот ребят, которые сегодня об этом рассказывают. Единственное, вот замечу просто, здесь может возникнуть вопрос даже у телезрителей, что, ну, а чему учить? Человек реализует проект, пусть реализует. Зачем ему в какую-то программу акселерационную идти? Чему его обучать вообще? Но дело все в том, что проекты, конечно, нуждаются в доработке. Вот вроде мы слышим прекрасные вещи, но, например, Павел, может быть, до конца еще, может, не оценивает, какие возможности есть у его проекта. Вот он видит это только как для молодых предпринимателей, молодежи, там, работу, да, адаптацию. Но, например, каворкинг-центр, конечно, может работать и шире. И когда разные специалисты покажут эти возможности, когда Павел сам проживет это, а не когда ему просто там попытаются сказать об этом, а когда он попробует это сделать в программе, да, там, опять же, ну там в деле проекты опробуют, тогда он поймет, может быть, что там могут быть вовлечены и другие люди, вплоть до пенсионеров, до каких угодно групп. Просто он о них еще пока не думал, естественно, это понятно. Но мы еще сами не знаем, как этот проект может заиграть, когда он выйдет в упаковке уже. Когда будет в жизни реализован. Когда будет в жизни реализован, потому что наша задача-то именно создавать... Не просто на бумаге. Да, конечно. Эта модель будет обязательно опробована. И вот в этом-то задача и будет состоять. То есть мы увидим и все возможности проекта, и возможности человека, потому что, я думаю, что ребята еще до конца и своих-то не знают возможностей. Все надо понимать свои особенности, ограничения, риски бизнеса этого. Это бизнес, который должен окупаться. Вот опять же хочу еще сделать этот акцент. Давайте с вами прервемся, потому что есть звонок у нас от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Как зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы вас уже слышим. Да. Слышим вас. Как зовут? Нина. Нина. Очень приятно. Хотите отправиться на спектакль «Последняя остановка»? Да, хотят. Давайте тогда отвечать на вопрос. В каком году Ремарк написал пьесу «Последняя остановка»? В 1956. В 1956. Что ж, это верный ответ. Он действительно работал над романом «Черный обелиск» и вот между работой написал единственную свою пьесу «Последняя остановка», спектакль, спектакль по которой вы сможете увидеть в театре «Город» 24 октября. Я вас поздравляю, кого-нибудь с собой из любимых родных берите на эту премьеру и отправляйтесь. Я думаю, будет у вас очень интересный, приятный вечер. Спасибо вам большое за звонок. Что ж, ну а сейчас, разрешите, перейду к Ирине. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте. Ну и, собственно говоря, о участии в программе. Чем помогло участие? Я понимаю, что было какие-то уже и семинары, и лекции, да? Нет. Мы еще только прошли отбор. Только прошли отбор. Это просто мы так разговорились, вы просто видите, как мы контактируем, у нас просто была очень хорошая среда для раскрытия. Ага, а такое ощущение, что действительно знакомы давно, и уже как-то... Мы общались нормально. Когда нормально общаешься, в общем-то... Ну, рассказывайте, да. Это очень помогает, когда дружественная атмосфера. Я молодая мама, нахожусь сейчас в отпуске по уходу за ребенком. У меня родилась идея после рождения дочери в создании детского клуба. Очень мне понравилась эта мысль. Так как я сама плохо слышу, у меня родилась идея именно создать совместную творческую деятельность детей обычных и детей с ограниченными возможностями. Такие, как плохо слышащие, слабовидящие, с нарушениями речи и дети с ДЦП. То есть дети, которые могут заниматься совместно с обычными детьми. Это может быть, возможно, отдельные группы, занятия, которые невозможно совместно проводить. А есть занятия, которые можно совместно проводить. Так как у нас в Самаре достаточно мало клубов частных для детей с ограниченными возможностями, у меня пришла такая идея реализовать такой детский клуб. О программе я узнала из интернета. То есть когда у меня пришла такая идея, я начала искать, где бы можно было получить и знания, и инвестирование. По выходу из проекта, скажем так, ну я так понимаю, что это действительно долгосрочное. Ну он достаточно, да. Вот единственное, по Ирине, может быть, будет интересно, что этот проект не с нуля, это не просто фантазия. Да, у меня есть сестра, она в другом городе. Она под мой проект стала внедрять, принимать детей с ограниченными возможностями в группы обычных детей. Также прикладное искусство, также рисование, лепка. То есть уже опробированная история. Да, то есть для практики, для опыта. И уже это работает год. И действительно очень хорошо дети сотрудничают. Да, они вместе играют, они становятся добрее, заботливее. Обычные дети. А дети с ограниченными возможностями имеют возможность почувствовать себя тоже обычной. Вот, кстати, вот эту вот проблему, можно чуть-чуть развернем, потому что эта вот тема, мне кажется, важная достаточно. То есть, казалось бы, обычная история, да, обычный проект. Но дело в том, что в России, и мы сейчас это видим в интернете часто, и про опросах видно, что есть действительно проблема, на самом деле, адаптация. Причем адаптация не только детей с ограниченными возможностями, но и нормальных детей. Ну, как нормальных, они все нормальные, но обычных детей. Без каких-то дополнительных потребностей к таким детям, к общению. Это важно, потому что зачастую ведь проблема-то у нас тоже есть у социума. Понимать, взаимодействовать. И вот это видно везде, потому что есть некий страх, да, как общаться с таким ребенком. Но вот правильно Ирина говорит, что здесь вот, Ирина же на собственном опыте, как вы слышите, да, об этом говорит, она слабослышащая. Сама училась в обычной школе, в обычном институте. Полне адаптация у меня прошла хорошо. Ну, Ирина, вот она такой человек, да, когда она заметила по опыту, насколько я помню, Ирина, вы меня поправьте, если мне просто эта история понравилась ваша. Она говорила о том, что она заметила, как люди, когда общаются с ней, они становятся как-то лучше, что им нравится помогать. А ведь это правда так. Ну, я тоже это помню, вот в свое время там тоже у нас девочка с ДЦП училась, я помню, как вот правильно там классный руководитель включил у нас, так что мы любили очень ее. Вот, а я знаю, что есть другие истории, это надо уметь делать тоже, да, то есть это тоже, это же не просто случайное такое совпадение. Да, к сожалению, есть тогда, когда начинаешь как-то зло относиться, да, откуда-то отвержение. Вот, при неумелом взаимодействии это так, потому что это тоже, компетенция для этого требуется. И иногда личная история. Ирина может это делать, потому что она это понимает. Да, я их понимаю очень глубоко, и, к сожалению, таким детям не дают возможности посещать обычные. Иногда родители даже, кстати, я вот тоже такие вот вещи слышу. Да, и для родителей это тоже психологический барьер. Родители думают, ой, для тебя будет травма, не ходи там, например, а почему нет? Ну, то есть тут можно долго на эту тему говорить? Ну, слушайте, ну, действительно, да, потому что... То есть необходимо создать условия комфортные для... Взаимные, комфортные. Причем здесь тоже, вот, знаете, иногда мы связываем такие программы, думаем, ну что же у нас, обычно дети будут ущемлены, что ли? Мы будем как-то... Нет, вот в том-то и дело, что это как раз программа для развития и той, и другой стороны. Такой дворяк, конечно, да, пользуясь там. Это не значит, что кто-то там должен что-то терпеть, знаете, у нас же такое есть. Вот мы потерпим, никто терпеть здесь, и никого не собирается. Нет, нет, конечно. Это разные совершенно истории. И здесь как раз, Ирина-то говорит о том, что здесь как раз мы говорим, например, что нас там здесь сплачут этих детей. Это одинаковый уровень, одинаковые возможности там творческих способностей, интеллекта и так далее. Но при этом вот у одних ограниченные возможности, у других нет. И они взаимодействуют на основе творческих каких-то дел, да, общения. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Вот здесь, знаете... Это приведет их к адаптации в социум, и они смогут пойти уже подготовленные в школу. Кажется, так все на поверхности лежит, да, все очень просто. Вы заметили, да, как говорят, что Бог и Дьявол в мелочах, да? Вот, казалось бы, чуть-чуть повернул ситуацию, а она уже другая. Вот вроде бы вот иногда можно так, знаете, поверхностно, если послушать, сказать, ну что-то такого, обычная вроде идея. Но когда она пропускается через личную историю, чуть-чуть есть такой поворот, как это изменит жизнь людей, то ты получаешь совершенно другую картинку. Вот в этом и есть смысл социального предпринимательства. Понимаете, Юлия, вот здесь как раз, когда мы как раз и отличали людей, тоже может возникнуть вопрос, а как отбирали-то, да? Да, как отбор, вообще сколько человек было. Вот. Ну, пока я, к сожалению, вот на втором туре отбора не была, поэтому плохо отвечаю на эти вопросы. Давайте мы с вами о критериях поговорим чуть-чуть попозже, пусть наши телезрители потомятся пока, как же все-таки происходило, смогут ли они принять участие еще в этом проекте. Да, 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 мы бы хотели спросить. Да, ответим на эти вопросы. Ну, а пока давайте прервемся с вами на небольшую паузу, посмотрим сюжет. Ну, интернет, сейчас все можно найти в интернете. Читать, наверное, лень некоторых, издельство неприучено. Ну, нет, наверное, сейчас, скажем так, писателей таких, которые, чтобы заинтересовали молодежь, вот. А то, что было, там, из классики, ну, молодежь сейчас, это время такое, которое не интересует это все. То есть, если, допустим, мне нравится «Война и мир», молодежи сейчас, ну, неинтересно. Сейчас, как бы, жизнь ускорилась. Раз, во-вторых, новые технологии. Ну, а читающих, в принципе, я много вижу, потому что сейчас на общественном транспорте больше езжу. Вот, много читают, но вот эти электронные книги. Ну, я сама люблю электронные книги. Я читаю электронные книги. В дороге это удобнее. Дома, да, удобнее книга, живая, скажем так. А в дороге, на отдыхе удобнее электронная книга. По-моему, всему свое место. Ну, это пройдет, понимаете, пройдет какое-то время, и люди опять вернутся. Потому что есть интернет. В интернете есть. Поэтому люди туда и перестали ходить. В интернете можно все найти, что надо тебе. Что надо, не надо. Они устарели, мне кажется, все уже. Книги старые. Нет, ну, у человека разные, как бы, вся стулья. Разные книги начали читать, и нет такого, прям, что в библиотеках были такие книги. Разные там. У библиотек, конечно, есть будущее, но не в том смысле, в котором мы сейчас их понимаем. Скорее всего, это будут интегрированные какие-то системы уже, связанные с интернетом, с большими накопителями информации. И людям надо будет только зайти на сайт, и, скорее всего, скоро он будет очень предоставить вся, возможно, литература по темам. Интернет, книги, все. И знакомые. В большинстве случаев достоверно, как пытаюсь, то есть, от друзей, знакомых, от каких-то людей. Получаю из окружающего мира. Ото всех источников. Ну, из интернета, с телевидения. Ну, то я не больно-то читаю, больше телевизор. Не люблю читать. О, я вообще не предпочитаю не получать информацию, по крайней мере, в последнее время. Ни телевидение, ни газета, ни интернет. Почему? Ну, я не хочу жить неведением. В основном от людей из интернета. Ну, интернет мало верить, но в основном от ребят своих. Что ж, ну, а мы встречаем в нашей студии нового гостя. Давайте я вам буду его представлять. Это Дмитрий Римман, бизнес-тренер, коуч-консультант. Ну, и тоже человек, который знает, так или иначе, об предпринимательстве, о бизнесе. Ну, если не все, то многое, да, Дмитрий? Да, да. Есть такое? Ну, опыт, да. Опыт есть. Что ж, давайте, прежде чем начать разговор, в том числе и с вами, я задам вопрос нашим телезрителям. Разыгрываемый билет на концерт Игоря Николаева, который состоится в АДО 25 октября, совсем скоро. Если есть любители именно этого исполнителя, то задам вам вопрос, который наверняка знают, ну, каждый поклонник этого певца. Какого числа и в каком городе родился Игорь Николаев? 202-11-22. Звоните, отвечайте. Два билетика достанутся тому, кто первый к нам дозвонится в студии. Что ж, ну, давайте мы, как уже пообещали нашим телезрителям, Да, про критерии, да, расскажем. Могут ли принять участие и какие критерии? Ну, недаром, кстати, в отборе, вот сейчас Дмитрий как раз вовремя появился, потому что как раз, наверное, обратили внимание, что у вас все люди, которые в отборе участвовали, это бизнес-тренеры, коучи, консультанты, да, и, как правило, практики своего бизнеса, которые работают со своим бизнесом тоже. Ну, вот, во-первых, это, конечно, привлечение экспертов, тех, у которых есть примеры собственного бизнеса. Это не просто теоретики, которые вот как-то там вот в теории это изучали. Мы все все-таки имеем опыт собственного бизнеса и не только в своем городе. Потом, сами критерии, да, отбора ребят. Первое, это все-таки, опять же, понимание бизнес-модели, раз. Ну, то есть понимание того, что это бизнес. То есть те, у кого есть бизнесовый взгляд. Вы не смотрите на то, что Павел и Ирина такие красивые, улыбающиеся люди, они такие акулы уже начинающие, но, по крайней мере, мы их так увидели. Второе, это социально ориентированные люди, то есть люди, которые при любых обстоятельствах будут развивать, конечно, какие-то полезные для общества направления, где бы они ни оказались, это важно. Это понимание все-таки социального предпринимательства, что это не просто дача благ, но это умение именно растить среду, понимать, как это дальше будет развиваться. Для нас было важно, чтобы это были люди, направленные на развитие, потому что это программа обучающая, важно, чтобы они на ходу схватывали, меняли свои проекты. Мне вот очень понравилось сейчас, когда в паузе мы говорили, ребята говорят, рассказывая о проектах, а может, нам совместность создать? Да, вот пожалуйста. Что уже раз так они схватывают, что раз партнерские, это склонность к партнерству обязательно, потому что мы живем в век партнерства. Сейчас невозможно быть. То есть это не конкуренция, здоровая конкуренция должна присутствовать? Ну, мол, звездности не должно быть, понимаете, это уже другие времена. Сейчас это невозможно нигде. Вот знаете, прошло время таких, знаете, харизматиков, которые он на коне, а другие под ним, да. Вот сейчас мы доживем другой век совершенно, который мне нравится. Но вот когда мы все-таки должны вывлекать всех других людей в поле своей деятельности, и видеть их как минимум. В конце концов, все-таки социальное, понимаете, что это не зря называется социальное, потому что социальное, это развитие социальное. Но еще раз говорю, Юля, делаю акцент, это не просто подачка, не просто какая-то помощь кому-то. Это удочка. Это именно бизнес. Это удочка другому человеку. Это обучение давать удочки, давать удочки другим людям. То есть это важно. Что ж, есть у нас звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Как зовут вас? Ольга. Ольга, очень приятно. Рассказывайте, пожалуйста, какого числа и в каком городе родился Игорь Николаев? Ну, у меня большая поклонница, конечно, Игоря Николаева. То есть все известного. Он 17 января в городе Холмске, Сахаринской области. Вот так вот, даже вот так все рассказала, прям практически по написанному. Я вас поздравляю. Да, действительно, поклонница. Тогда, я думаю, два билета на концерт вам будет очень даже кстати. Есть уже тот человек, с кем отправитесь? Наверняка есть, да? Алло. Есть тот человек, с кем отправитесь на концерт? А, да, найдется. Найдется. Привет, передаем ему? Да. Конечно. Ну все, спасибо большое вам, Ольга, за позитивный звонок, ну и за правильный ответ. Что ж, ну а я передаю слово Дмитрию. Дмитрий, вообще в этом проекте как вы оказались, я имею в виду, да, вы оказались в качестве все-таки того человека, который отбирал, так или иначе, да, какие-то интересные идеи, кто выслушивал. Улучшение участвует. Да, рассказывайте. Какую роль вы выполняете в проекте? Ну, так как есть достаточно большой, во-первых, бизнес-опыт, я в течение 13 лет руководил крупными компаниями, там с численностью больше тысячи человек, в то же время последний год больше как раз нацелен на развитие людей. Соответственно, моя роль в ходе этого проекта будет прежде всего помочь участникам добиться результата. Но помочь не своим опытом, не советами, а прежде всего правильными вопросами, правильным направлением, о чем им нужно подумать, какие вопросы им нужно пройти для того, чтобы их проект был успешен. Ну, естественно, если им понадобится какая-то часть опыта, тоже готов этим опытом поделиться. Собственно говоря, для меня очень важно, что у этого проекта, у этой акселерационной программы есть и миссия, с одной стороны, очень важная для общества, и с другой стороны, это проект все-таки предпринимательский, потому что у нас в России очень нужны предприниматели, люди с активной позицией. Не зря все-таки предприниматели, да, называются, ну, вот такие предприниматели. Конечно, мы это вот, я вот рада, что как-то мы совпали абсолютно в этом, может быть, у вас получается, что об одном и том же, но это правильно, действительно, мне кажется. Хорошо, мы сегодня, да, действительно говорим то, что ребята приходили на площадку, где как-то можно было посмотреть, поговорить, рассказать о своем проекте, и вы вот так вот своим каким-то таким уже опытным каким-то взглядом сможете увидеть человека, который... У нас были критерии четкие, как я сказала, да, мы разносторонне оценивали, но, опять же, как вы поняли, проекты и людей, да, то есть, если уж коротко. Да, но вообще, возможно, разглядеть в человеке, что, да, действительно, он будет вот, может стать, есть такая предпринимательская жилка? Ну, это не стопроцентное попадание, конечно, но определенные моменты, они видны. Видно некое там и системное мышление, видна, с другой стороны, и креативность какая-то. Видно самое главное, чтобы человек понимал, ради чего он это делает, что он не просто идет, потому что там, ну, модно или еще что-то, важно, чтобы он понимал. Ну, и все-таки я как коуч, я всегда учусь, ну, читать, что ли, людей, понимать, что там вот за первым, вторым, третьим слоем. Поэтому это тоже помогает, потому что человек же не всегда говорит вот непосредственно то, что он думает, да. А там чуть глубже тоже, как правило, важный момент есть. Я вам больше скажу, Юля, вот продолжу мысль, Дмитрий, сейчас уже сформировалось племя таких, знаете, молодых людей, которые умеют говорить правильные слова. Здесь они приходят, там много же грантов сейчас, да, я думаю, вот сейчас люди постарше нас смотрят, скажут, ну, понятное дело, опять молодежная такая фишка, где пришли очередные, там, деньги получили и пошли работать. Нет. Мы здесь это тоже видели. Вот таких, как их называют иногда, гранты ежек, таких такой термин уже сформировалось. Вот. Они тоже, эти ребята мы видим. То есть они уже говорят правильные слова. Такие психологи. Да, ну, они же просчитали нас же уже всех. Тоже. Ну, да, тоже там видят старые слои. Ну, вот. Говорят то, что хотите выслушать. Да, конечно. У них там и миссия уже заучена, да, то есть все как положено. Вот поэтому это требовался такой долгий разговор. То есть когда мы ребят все-таки раскрывали, пытались понять про их жизнь что-то, поэтому мы даже не просили вот там в ограниченное время, там, как обычно, пять минут доложить о проекте. Эти как раз умеют это делать, прекрасно. То есть они там вам в пять минут расскажут все. Вот, но вот тут вот важно именно то, что они показали себя как люди. Потому что опять же детали, да, то есть вот человек рассказывает там, вот я там пришел там как-то. Мы даже слышим всегда иногда неправильность какую-то, у человека неотточенный, вот какие-то еще действия. Те, у кого все отточено, учиться не надо. Им надо брать кредит в банке и идти бизнес делать. Работать в поле, а не на акселерационные программы ходить. Хорошо. Ну, хочу спросить у ребят еще, наверное, все-таки, что ожидаете вот по финалу, по выходу? Какого-то именно, что поможет реализоваться, либо какого-то, не знаю, по полушке что разложите, вот как вообще начать все-таки свой бизнес, как начать дело и так далее. Что ожидаете от программы? Ну, правильно. Вот Елена сказала, что хочется понять, как все-таки сделать так, чтобы это был не только социальный проект, но все-таки бизнес. Это как бы основная задача, да? Есть идея там воплотить мечту, поднять микрорайон, крутые ключи? Микрорайон, крутые ключи, да. Ух ты, здорово. Это вот тут самое, да, правильно. Просто дело в том, что я достаточно долгое время работал заместителем генерального директора корпорации Кошелев. Начинается. Вот давайте. Вот так вот. Нет, чтобы в избежание там, у нас был и Южный двор, кстати, вот тоже там разный. Но проблема, на самом деле, отдаленных районов, она есть. Да. То есть, понять, как это все упаковать и вывести на площадку, чтобы это работало. Потому что самому все-таки надо подучиться, надо понять. Да, я пока не понимаю, как это сделать, потому что все-таки работа с большим объемом людей, да, вот. Одно дело открыть там маленький бизнес, что-то купи-продай, другое дело собрать всех людей вместе, чтобы они... Такие организаторские способности, мало того, что бизнесмен, да, но и организатор. Да, и просчитать это все наперед, что это там окупится там через неопределенное количество времени, да, и будет приносить плоды. Ирин, ну к вам вопрос. Мало того, что у вас есть идея, мало того, что она уже заработала в формате вашей сестры, как вы сказали, да. Вот. Почему же, зачем же вам нужен проект? Ну такой вопрос возникает у меня лично. Что ждете? Мне нужен такой проект, во-первых, я сама себя реализую, я давно хотела заниматься предпринимательством, бизнесом, а так как сама являюсь слабослышащей, хотела бы работать в такой категории людей. Мне самой одной сложно. Я бы хотела получить какие-то знания, да, что они предоставят, я думаю. Надеюсь, тоже. И с помощью, естественно, внедрить, то есть я хочу, чтобы это заработало, чтобы это стало какой-то, действительно, как инклюзивное образование. Наш президент это поддерживает и пытается внедрить во многих городах именно совместное обучение таких детей. И я бы хотела внедрить. Через пять лет это станет нормой. Видите, уже перспектива впереди. Человек понимает. Долгосрочно. Да, мы по таким словам вылавливали, понимаете. Вот казалось, хорошо. Хорошо, но у нас остается буквально полторы минуты до конца эфира. Давайте с вами как-то настраивать наших телезрителей, не знаю, примать участие, не бояться, в конце концов. Вот вы знаете, мы с Дмитрием часто в фейсбуке переписываемся здесь с людьми. Вот иногда спрашивают, а зачем мне это надо? Ну, есть некие страхи. Мне кажется, пробовать в любом случае стоит. Если у вас есть такая идея, приходите на отбор. Следите за сообщениями, они будут обязательно приходить. Потому что даже если ваша идея не пройдет, ну, а вы попробуйте себя. То есть мы призываем как можно больше людей. Нам это выгодно, чтобы на площадке было как можно больше людей. Мы отбирали. Это ни в коем случае не конкурс для своих. Главное, чтобы вот этого не было. Потому что бывает вот такое ощущение, что нет, здесь широкий круг, абсолютно приглашаем. Да, и я думаю, что есть одна прекрасная такая поговорка, только пословица, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Это практически мой девиз в жизни. Вот мне кажется, это как раз об этом. Не факт, что будет успех у тех людей, которые придут. Но как минимум, они получат собственное развитие. И как минимум, они могут сами себе сказать, я сделал все. Вот мне кажется, это очень важно. Потому что мы очень часто находимся в позиции, когда вроде хотим, но вот шажочек не делаем. Вот важно этот шажочек сделать. Да, есть еще такая поговорка, сделай все, что возможно, а в остальном положись на судьбу. Вот, наверное, вот на таком прекрасном высказании мы с вами завершим наш сегодняшний эфир. Вам огромное спасибо за интересные истории. Вам спасибо за интересную беседу. Ну, а вам, телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok